Если тебе интересно узнать, сколько приносит стейкинг монеты НИР протокол за месяц, то обязательно посмотри данное видео до конца, потому что в сегодняшнем видео я поделюсь своими личными результатами за месяц в монете НИР протокол. Ну что ж, приступаем. Приветствую всех, друзья, меня зовут Виталий, и это видео должно было начаться со слов НИР 2 БАКСа. Но, к сожалению или к счастью, сейчас НИР ниже 2 БАКСа. Ну буквально несколько дней назад, там 3-4 дня назад, мы были на отметке в 2 доллара 18 центов. Но давайте обо всем по порядку. И для этого переносимся в мой Телеграм-канал. Ссылка на канал есть в описании, и вот здесь QR-код. Переходим по ссылке или сканируем код и попадаем в мой канал и оформляем подписку. Потому что здесь я регулярно делаю разные публикации, связанные с криптой. Но не особо часто публикую то, что считаю нужным. Но каждый месяц, 15-16 числа каждого месяца, я публикую здесь результаты по стейкингу монеты НИР протокол. И сейчас перед собой вы видите результаты за прошлый месяц. Вот это у нас пост за 16 октября. Результаты, как мы закрыли прошлый месяц. Тогда я закрывал месяц при отметке в 648 НИР на балансе, и принесли они мне 459 по стейкингу. Все, закрыли прошлый месяц, начинается у нас новый месяц. И спустя несколько часов я делаю публикацию, что в рамках еженедельной рубрики Крипта за 15 я беру монету НИР протокол на 15 USDT. Да, я уже практически 3 года, каждую неделю беру Крипту на 15 USDT, неважно какой курс, пофиг. Я просто беру и все. Тогда на 15 USDT я взял 14.39 НИР. Это практически 1 доллар за НИР. И написал пост, что много пошло разговоров, зачем брать сейчас, жди цену в 70 центов, жди цену в 60, в 50. Жди, 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 потому что мне писали комментарии под видео, писали в чате, писали в личку, что вот, ну, это дорогой НИР, он будет еще падать и падать и падать. И много таких комментариев, ребят. Но я написал, нет, спасибо. Я брал НИР по 2 бакса, брал по 1.50, по 1.20. Сегодня, то есть на тот день, я взял НИР по 1.04. Если будет по 70 центов, возьму и по 70 центов. Неважно. Кто-то любит ждать, а я не люблю ждать. Я иду по своей выработанной стратегии. То есть я тогда на 15 USDT при курсе 1.04 взял 14.5 НИР. Ну и движемся дальше. Здесь у меня множество разных публикаций. Вот пост за 28 октября, когда НИР сделал плюс 23% практически. Я написал, что НИР протокол раздает деньги. В последние месяцы заметил, что команда НИР раздает очень много грантов разным командам на развитие продуктов. При условии, что эти продукты развиваются в НИР протокол. Я считал, признаюсь, что они слишком много грантов раздают налево и направо, потому что так, в принципе, и было. Но сейчас появляется множество очень хороших приложений и продуктов на НИР протокол. И, в принципе, это начинало тогда давать свои результаты. Потому что много разных команд, много разных интересных продуктов. А люди начинают инвестировать, развиваться. Все это в сети НИР. И вот это начинает приносить свои первые результаты. Это я заметил 28 октября. А вот один из постов, когда НИР доходит уже до 1.62. И я написал, что я уже вышел в профит по монете НИР. Потому что моя средняя цена в НИР это 1.58. Мы уже пошли на цену 1.62. То есть я уже иду на таком плохом рынке. Я уже вышел в профит. Чему я, конечно же, очень рад. Тут посты по трону. Движемся дальше. И в то время, когда хакнули биржу Poloniex, НИР протокол объявляет о партнерстве с Polygon. Следом идет партнерство с Liar Zero. И я тогда принимаю решение, что в рамках еженедельной рубрики опять берем НИР протокол. Но на 15 USDT я уже беру не 14.5, а 9.5 монет НИР. И спустя один день после моей покупки НИР протокол еще делает рост и уже выходит до 1.68. Далее, 15 ноября нам объявили, что японское подразделение биржи Binance проведет листинг монет, среди которых НИР протокол. То есть инвесторы с Японией сейчас могут покупать НИР. И вот мы видим сразу реакцию. Плюс 16% и НИР уже 1.83. Далее выходит новость, что теперь у держателей НИР есть право голоса. Недавно был выделен бюджет в 3 миллиона долларов для расширения возможностей сообщества. И мы можем управлять трехмиллионным бюджетом. То есть команда НИР выделяет 3 миллиона на развитие разных продуктов. И держатели НИР протокол могут голосовать. Отдадим мы вот той команде часть бюджета или не отдадим. То есть мы сейчас, держатели НИР, имеем право голоса и можем управлять небольшим бюджетом. Я считаю это очень круто. Если вам не безразлична судьба НИР, то обязательно участвуйте в этих голосованиях. Ну и вот у нас результат за месяц опубликован 15 ноября. За месяц, ребят, начиная с 648 НИР, я два раза купил и закрываю месяц на отметке в 677 НИР. И награды по стейкингу у нас получились 5 НИР. То есть при балансе от 650 до 677 получилось настейкать 5 НИР. Почему от такого до такого? Потому что я периодично докупаю и у меня не стоит баланс на месте. Но какой же процент в стейкинге НИР за месяц? Вот я веду свою личную статистику, вот мои личные награды. Они все время растут. Вы можете смотреть как вот первый месяц, второй и так далее. Да, была небольшая просадка, но мы снова пошли в рост. И какой же сейчас процент по стейкингу монеты НИР? Последние результаты показывают, что сейчас это 8.73 годовых при стейкинге монеты НИР. Но это показатель плавающий. Он может пойти как ниже, так и выше. Но на данный момент у нас вот такие результаты. И уже 17 ноября мы доходим до отметки в 1.90. И я рассказал, что недавно проходило событие под названием НИРКОН. Там была команда НИР, разработчики разных приложений на НИР протокол. И сам Илья Полосухин. Это один из основателей НИР протокол. Здесь можно, кстати, было посмотреть это событие. Давайте перейдем по ссылке. Вот у нас идет запись второго дня, событие НИРКОН. Запись длилась 7.5 часов. Сейчас выступает Илья Полосухин. И на этом мероприятии было сделано очень много очень, очень и еще раз очень интересных анонсов. Сам для себя еще не все разобрал. Но то, что я услышал, на меня навело впечатление. И я после просмотренного, после услышанного захотел еще докупить НИР. Но все же цена очень полетела вверх. И я немножко, конечно, удержался. Но после чего НИР пошел на 2 бакса. Дальше 2.03, 2.10. И это все, скажем так, после НИРКОН, после всех вот этих мероприятий. Но после произошли события, которые, я думаю, все вы уже знаете. События, связанные с Binance. Сизи, руководителя Binance, вызвали в суд. Там на него наложили штраф. На Binance наложили штраф. Сизи вышел под залог. Далее Сизи делает пост, что все, ребятки, я ухожу с поста генерального директора. А вот у нас новый генеральный директор. И так далее. Но, ребят, ничего страшного особо не произошло. Рынок отреагировал небольшим падением. Но мы сейчас держимся очень хорошо. В принципе, это было ожидаемо. Я даже в чате с ребятами уже обсуждал, что я в будущем жду, даже назвал, примерно какие биржи я жду скоманут. Топовые биржи. Это будет в будущем, на начале следующего медвежьего рынка. Сейчас же вот это все, что произошло с Сизи, мне кажется, наоборот, только позитиву перенесет на рынок. Одобрение ETF и так далее. Все будет после вот этих событий. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Мы посмотрели с вами на результаты по стейкингу НИР. За месяц получилось 5 НИР. Сколько получится в новом месяце? Узнаем уже 16 числа в моем телеграм-канале, потому что там я обязательно сделаю эту публикацию. Возможно, видео по стейкингу НИР за месяц и не будет, но пост он будет всегда. Так что ссылка на канал есть в описании. Но я уверен, что получится больше, чем в этом месяце. То есть должно быть больше, чем 5 НИР. Ну а как будет на самом деле, узнаем уже 16 числа. Всем пока.